Добрый день дорогие друзья с вами Сергей Заводкин и со второй попытки мы с вами встречаемся для того чтобы заняться торговлей CFD на акции в компании GERCHEK ENCO этих акций в компании довольно таки много есть европейские британские и американские и среди множества этих интересных инструментов я выбрал несколько записал их вот себе на листик бумажной домашней работы и вам сейчас расскажу свои мысли о некоторых из них но пока что для начала вам напомню что так как у нас эта трансляция будет на ютубе то вы можете нажимать там лайки если вам видео будет нравиться писать комментарии под этим видео ну и в чате тоже когда будете просматривать эту запись я буду с вами вместе там по ходу свои вопросы по желанию можете писать пока выход такой как бы трансляции но это временно и скоро мы с вами будем снова в прямом эфире и так если значит акции то напомню для тех кто забыл что находятся они у нас в обзоре рынка и тут есть у нас что вот сейчас stocks это американские акции stock EU это европейские stock UK это британские открыли нажали показать и они вот все вот здесь появляются обратите внимание что у европейских акций приставка в конце EU у британских UK у американских будет US и тоже важное дополнение это спецификация практически по каждому инструменту есть спецификация и вы можете посмотреть самое важное время торговли например и свопы если вы собираетесь оставлять сделку на несколько дней тогда обязательно посмотрите чтобы это все не занимало так много денег у вас что вся прибыль будет просто съедена поэтому обязательно это проверьте и так ну то есть это вводные слова мы с вами посмотрели рассказали но это у нас сейчас график S&P 500 он для нас будет важен только когда американские акции это скажем так мне лично он не особо интересен как инструмент который сильно влияет на те акции которые я рассматриваю я их смотрю независимо от S&P 500 и сам S&P 500 я и покупаю и продаю когда складывается таковая модель поэтому для меня лично он не является каким-то таким основным инструментом из-за которого я бы не вошел в сделку я торгую по уровням которым по той методике которую когда-то объяснил показал и рассказал Александр Михайлович Герчик на своих семинарах я был у него в 2016 году на живом семинаре в Киеве после этого в голове как мне кажется все стало на свои места написал я после этого робота помощника с помощью которого вот уже с шестнадцатого года торгую модифицировал робота для акций ну для Forex он давно был для акций сейчас он активно мной используется я с его помощью буду показывать вам эти инструменты если вам такой же робот это полуавтоматическая система если она вам также интересна ссылка на нее будет в описании к этому ролику ну и вообще все полезное как обычно в описании на ютубе ну по S&P 500 здесь в принципе слишком далеко до какого-то интересного уровня в районе 3030 вот здесь поэтому если здесь и торговать например отбой от уровня то не раньше чем 3030 если же это был бы например ложный пробой или предположим я бы хотел торговать не знаю что-нибудь вот такое ложный пробой одним баром относительно этого уровня ну тут сколько 2944 да то я бы тогда сделал вот так выбрал бы здесь тип ложного пробоя например если это классический одним баром двумя с подтверждением сложный ложный или проторговка ну например это был бы ложный пробой одним баром за сказал бы ему что это продажа и указал бы что вот для продаж 2944 2944 и 44 копейки например бы вот так ну там еще много разных параметров для этого робота я вам походу их покажу в принципе ну вещь хорошая мне лично помогает многим клиентам которые также приобрели тоже ну довольно помогает по крайней мере позволяет не сидеть постоянно за монитором а программа все сделает дальше сама в общем по снк 500 пока ничего интересного нет поэтому перейдем к интересным инструментом и так в первую очередь из британских акций я выбрал я сейчас попытаюсь ее здесь найти а вот она сбр и у кей значит по ней мне интересно вот не меньше наверное не раньше чем 2 12 фунта это как вы видите зеркальный уровень давайте его так отметим я поставил стрелочку что когда он сюда подойдет то можно будет как раз его здесь понаблюдать в принципе но можно также не просто сидит высиживать а напоминаю вы можете поставить здесь торговля alert и вот на какой-то цене выставили либо звук либо на почту придет либо уведомление о том что цена подошла к такому-то уровню вот так подняли куда он тут ну здесь я буду ждать про торговку типа вот как здесь было в принципе вот сейчас я вам показываю и эти инструменты вместе с роботом который в данный момент скажем так как раз рождается модифицируется как я в сентябре анонсировал и очень много новинок там сейчас добавляется прям каждый день но в данный момент я вот поставлю здесь робота на 2 12 буду смотреть 2 12 ну например я бы тут подождал ложный пробой одним баром вот здесь плюс также еще сегодня буквально будет модифицированные опции что уведомление о подходе к уровню то есть когда то есть не нужно будет выставлять отдельного такой alert по в роботе он сам проконтролирует когда он включен вот автоторговля нажали и тики когда пойдут цена начнет меняться и панель отрисуется сейчас тогда при подходе к уровню я получу уведомление на почту ну либо выскакивающее окошко здесь о том что стоит обратить внимание на данный инструмент также кстати что новичкам что уже тем кто давно торгует я бы советовал учесть такую штуку что желательно пропускать первый час от начала торговли потому что в первый час после открытия рынка и спред очень большой очень большой и могут хаотичные такие движения быть инструмента как вверх так и вниз потому как скажем так крупные игроки как раз в начале торгов и кто-то открывает кто закрывает свою позицию ну по крайней мере они с самого начала реализуют свои потребности и чтобы не влететь в эту мясорубку если только у вас такой цели нет то я бы воздержался ну такой совет поэтому в данном случае ну лучше это показать здесь на S&P 500 потому что тут тики по британской акции редко появляются котировки вот здесь например если бы я S&P 500 хотел заторговать в какой-то момент я укажу ну для акции это справедливо особенно что начиная с 16.30 до 20.30 и вот пауза после начала торгов столько-то минут подождать то есть не раньше 17.30 если модель ложного пробоя одним баром двумя там или под торговка сложится то только тогда входить в сделку но также я добавлю сюда еще время когда принудительно закрывать сделки то есть я бы вам рекомендовал не оставлять для акций открытые позиции на выходные потому как за выходные могут быть либо отчеты какие-нибудь плохие либо что-то где-то произойти там и на понедельник у вас может быть потом огромный страшный геп ну и в худшем случае не в вашу сторону поэтому эти паузы я бы вам рекомендовал их тоже использовать ну либо самим просто контролируйте либо с помощью программ они это могут сделать за вас то есть здесь я ну когда котировки изменится вы увидите и панель отрисуется значит в районе 2.12 я буду наблюдать за этой акцией дальше у нас европе не также британская нет уже не британская все британские европейские я просмотрел особенно европейские там сейчас ничего такого путного нет из того что у нас было раньше это ну это вот сейчас в шортах находимся по BRBY я кстати мышку подложу чтобы название видели тут мы в шортах находимся поэтому держим дальше перейдя к американским акциям первая американская акция это у меня ADP вот она ADP смотрите вот здесь кстати сейчас будет первый торговый день на этой неделе вчера у них был выходной день труда поэтому поэтому крайне интересно где откроется инструмент насколько большие будут гепы и будут ли они вообще я провел уровень в районе 171 доллара по недавним хаям последние дни мы видим тут поджатие поэтому здесь конечно интересно на шорт потому как если вот переключиться на недельку вы видите что так дорого эта компания не стоила очень даже давно это ADP вот так подведем и написано будет Automatic Data Processing ADP то есть на шорт ну в данном случае в принципе надо посмотреть где она откроется ну я смотреть это так не буду просто так я возьму все того же робота выкину скажу ему что в данном случае например ложный пробой одним баром я жду так как уже понятно да что вот где оно какое время 16.30 до 20.30 час чтобы ты подождал продажи меня интересуют 1% например от депозита стопы тейки 3 к 1 где там это все сделать все рассчитать окей нажимаем то есть дальше ну и конечно не забыть вот тут включить кнопочку чтобы он работал так сейчас вот тут забыл поставить сложочек все время забываю вот тут разрешить советнику торговать вот и когда появятся котировки панелька отрисуется и он проверит время сервера сделает паузу и будет смотреть на ложные пробои здесь относительно тех цифр которые я ему задам а это у меня 170.70 сейчас вот тут надо задать было а не просто так написать 170.70 ну вот значит то есть мне здесь интересен short и вот так стрелочку можем сюда поставить что здесь интересно мне на short дальше дальше аеп смотрите аеп это у нас что вот так подводим american electric power company кстати напоминаю что про эти компании про то когда у них там отчеты новости корпоративные что вообще происходит вы можете найти на всевозможных скринерах будь это вот этот скринер или это yahoo finance или это finvis например то есть много таких удобных и бесплатных сервисов существует с разными опциями и по каждому инструменту пишите просто его там название да латинскими буквами и он вам все показывает ну что знает кто торгует фундаментал тот тебе найдет тоже кто технический анализ соответствующая информация тоже присутствует а вот значит в данном случае мне также интересно здесь что но ложная проба это хорошо скорее всего здесь будет проторговка по крайней мере я ее тут буду ждать поэтому я роботу поставлю что проторговка около уровня с такими значениями вот и нажмем окей а там надо не забыть поставить флажок разрешив ему торговать но некоторые элементы тут сейчас отображаются не все скажем так потому что роботы еще формируется каждую минуту но кстати тех кто его приобрел все обновления получат бесплатно дальше то есть здесь у меня шорт после проторговки вот здесь вот так вот стрелочка вниз дальше идем это аеп акам так ищем вот он все сместилось вот смотрите акам тут тоже у меня вот тут вообще было шикарно возможно вы эту акцию уже давно зашортили после проторговочек ложных пробоев ну в общем тут все было понятно шикарно если вы этого не сделали то опять же проторговка это дневной график поэтому надо посмотреть что будет если будет открытие выше уровня или в течение сессии будут ложные пробои тогда я просто изменю настройки и буду ждать например ложные пробои ну или давайте сразу я поставлю ложные пробои одним баром такое то время тут сколько 90 34 90 ну 35 например на продажу ложные пробои одним баром вот дальше сейчас перемотаем AMGN 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 INCORPORATED тоже смотрите они сейчас все практически на хаях своих находятся поэтому либо проторговочка либо ложный пробой относительно 211 212 долларов здесь явно что то будет но как бы то ни было оповещение могут нам сказать кстати можно ну либо стандартным вот таким способом берете ставите себе alert например снизу alert сверху то есть можно понять был пробои уровня не был вот либо через робота я у себя но я стандартное средство не использую я все через свои свои инструменты использую здесь я тоже буду использовать проторговку пару блоков по ней я еще допишу они сейчас не активны прям в этой версии это разработческая версия так то есть там у меня будет проторговка и стрелочка вниз вот так вот так дальше смотрите шикарный элемент Blackstone Group обалденная торговля около уровня 50 долларов ну там плюс-минус несколько центов 50 долларов 10 тут у него хаи были какие 50.08 вот здесь посмотрите 50.06 то есть если вы эту акцию заприметили раньше надеюсь вы зашортили с коротким стопом буквально за этот уровень но надо посмотреть что произойдет после открытия рынка поэтому стрелочка конечно в шорт вот сейчас мы ну пока отодвинем ее здесь проторговочка все так же с паузы а нет мимо сложный ложный пробой нам тут не нужен уровень например 50.12 50.15 вот здесь но тексты я еще корректирую значит вот так я жду здесь хорошего шортика посмотрим после открытия дальше 7 то же самое смотрите как четко держит уровень это у нас дневка смотрите уперлись шикарно и закрылись ниже поэтому что опять проторговка или ложный пробой одним баром в принципе придет оповещение о том что здесь произошло 217.6 217.6 со стопами и тейками здесь у нас шорт я жду далее экзас 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 смотрите мы его с вами уже шортили раньше и вполне вероятно кто-то уже получил необходимый тейк я его показываю вам еще раз потому что закрытие в прошлую сессию показала ложный пробой двумя барами относительно 121 122 доллара то есть вот проведя по хаям вы видите он приходил сюда и здесь у него было сколько 121.86 шикарный ложный пробой двумя барами то есть если у вас этой сделки не было то обратите внимание что если он откроется где-то ниже этого уровня то как раз четкая модель про ложный пробой двумя барами далее hs y та же самая ситуация относительно хайов которые у него были получился ложный пробой двумя барами и возврат опять к нему посмотрите вот тут было 159.83 здесь 159.77 ложный пробой двумя барами и если шортить вот как раз отсюда да может вы это уже сделали от открытия то стоп вот сюда надо ставить ну а тейк куда-то ниже поэтому в принципе сейчас уже поздно входить в сделку то есть это нужно было в прошлую сессию именно через робота делать ну если здесь например использовать как проторговку то тогда примерно та же самая ситуация шорт и вот сюда стопик ну в любом случае интересный инструмент ICE вот так выглядит International Intercontinental Exchange то есть это биржа типа NASDAQ но есть еще ICE значит также дневка но есть поджатие поэтому тут надо проторговку ждать и я бы подождал несколько дней так как это дневка я бы подождал поэтому чтобы не забыть я сюда поставлю проторговка на продажу относительно например 93 88 вот так вот и если день 2 ниже уровня продержится тогда конечно шорт то есть этот инструмент очень напрашивается на шорт но вы видите идет поджатие поэтому стоп должен быть коротенький потому что выстрелить может сильно наверх дальше сейчас вот у нас их тут есть MA MasterCard тоже обалденная лимитный уровень мы видим по 283 по хм шорт здесь очень четкий опять проторговка ну я так бы назвал или отбой от уровня в принципе да отбой от уровня вот этого поэтому если откроется ну тут может текст поменять не проторговка а отбой от уровня продажи сегодня я сделаю здесь новое поле дополнительно чтобы вы не смущало вас почему я пишу к ложному пробою просто еще элементы не все выведены вот но чтобы не забыть пока здесь напишу 283 и 25 продажи с такими-то настройками вот и вот сюда для себя же показываю что буду ждать его в шорт так этот у нас есть дальше идем макдональдс mcd смотрите макдональдс все вперед вверх но установил остановился в районе 221 доллара тут хорошо провалился вернулся провалился то что-то происходит в районе 221 то есть в принципе здесь ну как минимум надо понаблюдать что это происходит либо ну есть и поджатие тоже идет поджатие то есть что-то происходит в районе 221 21 доллара поэтому я эту бумагу на лист себе записал тут больше на шарты но только вопрос когда так мдлз манделас интеркон international опять же тут шарты при подходе к уровню некоторые такое поджатие то есть может быть день 2 надо подождать но опять же зашарки мдлз это вниз относительно 55 и 8 56 долларов это на шорт выглядит дальше procter and gamble pg смотрите ну очень хороший отбой от уровня в районе 122 вот здесь если посмотреть 12196 здесь тоже что 12193 то есть тут просто изумительно если откроется ниже то конечно это так называемый отбой от уровня по 122 с коротким стопом буквально не 50 пунктов а там не знаю сейчас ну буквально тут ну можно 50 центов до для такой акции 50 или даже 30 центов поставить ну вот ну и желательно как раз использовать паузу после начала торгов потому что если паузу сделаете одну минуту ну либо в голове либо в роботе то вы можете на большой спред попасть так ну кстати еще в роботе предусмотрел и скоро тут появится параметр защита от большого спреда на открытии сессии будет такой режим который можно включать выключать и чтобы не попадать на на расширение спреда но это такой как сказать особый режим для продвинутых пользователей он будет особо применим для новичков им пользоваться очень даже опасно так дальше у нас идет с.о. south and company но также опять смотрите у нас каждая акция практически идет на шорт то есть это опять ее надо подстерегать в районе 58 и 8 вот здесь если вернется тогда отбой от уровня с коротким стопом опять отбой от уровня эти ложных пробоев сейчас у нас как-то нету не с двумя барами в основном отбой от уровня 58 и 9 например напишем на шорт вот здесь и стрелочку поставим вниз а вот дальше а и тнт но тикер у него просто буква т здесь а в очередной 125 раз отбой от уровня 35 и 5 делаем так 35 и 5 то есть вы конечно можете не использовать робота ничего такого я тут вам его не рекламирую я вам просто показываю свой путь как я это лично делаю вполне вероятно вы напишите что-то свое или лучше или вообще руками но идея в том как это можно использовать а не сидеть около монитора часами что-то выжидать так тут в общем шорт смотрите в такая акция вот в райте мне она интересно вот чем она сделал ложный пробой и относительно 976 но закрылась вниз вот сюда close 975 high 979 следовательно ложный пробой одним баром и значит что наконец-то ложный пробой одним баром вот тут мы его выбираем опять шорт относительно какого 976 сколько пунктов от хая например свечи тут даже можно не 100 может даже много тут например 30 центов поставить и также вот тут не такой большой например 30 центов ну центов пункта в случае это и для форекса можно все перевести одинаково будет так ложный пробой одним баром продажи с такими-то настройками вперед значит когда пройдет час паузы и если модель еще сохранится то роботу сделку зайдет и и значит еще один элемент вот здесь в mt это называется компания walmart конечно walmart смотрите пришли к уровню 115 47 это здесь шикарный отбой от уровня просто шикарный но не знаю вернуться или нет если вернуться то можно попробовать зашортить с коротким стопом здесь я выберу проторговка так называемая но название скорректируем как будет отбой от уровня продажа 115 и 5 115 и 5 ну куда под например так 50 там 100 отбой от уровня у нас тут может стоп мы поставим ну да буквально 50 60 центов можно за уровень спрятаться вот в данном случае я вижу шарты по этому элементу это что касалось тех акций которые я разобрал и сейчас в принципе наступило бы время для ваших вопросов но я думаю не по ходу в чате будут появляться я во время просмотра этого видео вместе с вами буду на вопросы отвечать но если вам будет неудобно их писать или захочется потом что-то еще спросить то вы можете это сделать в чате картеля по акциям ссылка на этот чат будет в описании к этому ролику также как и ссылка на эту программу помощью которой я лично торгую и она готова эта программа вам тоже помочь в торговле как на форексе так и на акциях а вот поэтому если сейчас у вас есть еще вопросы пишите в чате на ю тубе я попробую ответить если же вопросов этих нет или я не успею на них ответить то телеграм чат задавайте вопросы и я там отвечу или под этим видео пишите комментарии тоже я думаю к следующей трансляции уже будем в онлайн с вами смотреть разбирать и торговать поэтому всем спасибо за внимание кто посмотрит это видео не забывайте ставить стопы когда торгуете и торгуйте по своей системе а с вами был сергей заботкин всем спасибо за внимание и до встречи оффлайн в телеграме и онлайн на подобных трансляциях всем спасибо до свидания